Сегодня у Гомеля ушановили жихарку Рэшицы, которая допомогла выявить некоторых распосудживальников наркотиков. Улику обвинуваемых по этой криминальной справе – пять наученцев Бавруйских колледжей, которые специально приехали на Гомельшину, чтобы сделать закладки особенно небеспечного синтетичного психостимулятора Альфа-ПВП. Женщины сустрелись, наши корреспонденты. Этот выпадок отбылся несколько месяцев тому у Рэшицы. Мясовая жихарка зауважила подозронного молодого человека, який спочатку не штахавал у земли, а потом сфотографовал это место. После того, как он пошел, Жанщина оглядела участок и знайшла подозронный скруток. Наталья Ворошилина, якая заявляется военнослужащая войсковой части 5525, оказалась человеком свядомым. Там был сверток запаянный изолентой. Посмотрела, увидела, вызвала 102. Все, приехали, я писала. Ну и все. Трох распавсюджвальников наркотиков супрационники милиции затримали одразу. Еще двух – подчас оперативных мероприемств. Зараз материалы накерованы у суд Рэшицкого района. Что тыжится Наталье Ворошилиной, то сегодня она оказалась героиней Рэшистого сходу, який пройшел у войсковой части 5525. Словы подяки, грамоты от областного управления Следующего комитета и телевизор. У якости подарунка от областного громадского объединения «Союз следших». Наместник кировника комитета Аркадь Стратяков каже, что Жаншину можно назвать узором небояковости и додает ее учинок не выключением. Правопорядок и безопасность в нашем обществе во многом зависит от каждого гражданина, от каждого человека гражданина. И здесь не только зависит это от правопослушного поведения, но и от твоей гражданской позиции в части, пройдешь ли ты мимо того или иного правонарушения, окажешь ли ты содействие пострадавшему от преступного посягательства, своевременно ли ты сообщишь правоохранительным органам о совершенном противоправном деянии. По этой причине Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области уделяет особое внимание тем гражданам, которые, проявив активную гражданскую позицию, содействовали выявлению, раскрытию преступления и в последующем его расследовании.